Порядок срочной законодательности Киева, исполнительного комитета, постепительное обращение, связанное с изменением плана фактического уважения, это еще на две месяца было время, которое мы не рассматривали, поэтому если вы поддержите, прошу отключить порядок с дня изменения плана фактического уважения, у вас будет у меня вопрос. Вопрос. Константин Григорьевич, скажите, пожалуйста, это закон? Это несение изменения в постановлении народного собрания об утверждении парламенту фактического уважения на 2016 год. Но утверждение в законе? Нет. Изменение в постановлении, изменение закона не требуется, потому что фактическое уважение у нас относится к первой закону. В законе нет понятия вообще контрасигнации, это делю ответственность. Имеется в виду заключение, должно быть, а не контрасигнация, я уже стал об этом говорить. Есть заключение на построение спорта? Ну вот если заключение есть, так сказать, контрасигнация, нет такого понятия даже. Как нет? Потому что мы положим за нашими законами. Уважаемые коллеги, я предлагаю с поездки дня снять вам четвертый вопрос о проекте изменения закон о телевидении и радио. Потому что мы откровенно нарушаем закон о регламенте. Значит, президент Народного Собрания нарушение регламента направил на рассмотрение данного законопроекта. Я хочу вам... Это компетенция комиссии по регламенту, я думаю, что они тоже выскажутся. Благодаря вашему вниманию, я хотела бы зачитать статью 66 закон о регламенте, часть 4, которая гласит, что рассмотрение законопроекта о Народном Собрании может быть запланировано не ранее, чем через 7 дней. После рассмотрения этого вопроса президент Народного Собрания. Президент рассматривал этот вопрос в пятницу вечером, сегодня пятый день. То есть этот закон, если мы сегодня примем, это будет шаг наш опрометчивый, и на чего протестуют судья, и нам придется вернуться обратно к рассмотрению данного вопроса. Более того, я считаю, что да, вопрос он серьезный, мы его обсуждали, обсуждали, и надо его принять. Но нужно все-таки дать возможность провести публичное слушание, дать возможность заинтересованным сторонам, а именно наблюдательным советам, и руководствам ГРТ и другим заинтересованным лицам выступить для того, чтобы принять нормальный закон. Поэтому прошу поддержать, и по возможности я бы просил бы все-таки членов комиссии по регламенту выставиться. Спасибо. Есть еще вопросы? Спасибо. Я прошу прощения, извините, я вам просто показали, но я не подумал. Наша комиссия действительно не рассмотрела, хотя я более чем согласен на необходимости, чтобы данные законопроекта стали предметом обсуждения общественности, тут даже сомнений нет в этой части. Может быть, мы пойдем на другого рода шаг, обсудим определенные аспекты данного нормативного акта, но с учетом того, что сказал Сергей Константинович, изложим все это для общественности, и уже окончательное решение примем, тогда, когда согласуем все наши высказывания, предложения с потребностями общества в этой части. Уважаемые коллеги, я тоже хочу по этому вопросу сказать, вы вспомните, что, какое решение мы принимали на предыдущей сессии. Мы принимали в течение 20 дней. Не было. Приняты изменения. Можно понять сейчас и запись, и вы увидите. Мы принимали решение, что в течение 20 дней, в следующей сессии, приготовили изменения в закон, чтобы закончить, наконец-то, этот скандал. Мы говорили об этом. Я каждый день к председателю комиссии подходил, спрашивал, в чем дело. Собиралась один раз комиссия, специально убежали, нету формы. Хорошо. Второй раз опять убежали. Скажите, как мы можем все продолжать? Я хочу вас узнать. Как больше нам нужно наступить? Пожалуйста. Пожалуйста. Здравия коллеги. Этот вопрос очень давно уже муссируется не только в Народном Собрании. Вы знаете, наше общество очень серьезно взволновано. На данном этапе мы видим, что Народное Собрание выделяет более трех миллионов дней. И мы фактически не контролируем ситуацию над ГРТ. Те предложения, которые сегодня есть в данном законопроекте, они все были получены во время слушаний, публичных слушаний. Это были встречи за круглым столом, это были публичные слушания здания лицея Гайдаржи. Также мы с членами нашей комиссии были и в коллективе. И мы услышали коллектив для того, чтобы навести там порядок. Есть необходимость внесения вот этих изменений. Это усиление больших полномочий наблюдательному совету, для того, чтобы там была возможность контроля и финансового контроля в том числе, а также отчетность. Если вас, преподаты, уважаемые, не волнует на сегодняшний день бюджетные деньги, которые сегодня там растрачиваются направо-налево, то мы можем пойти на тот шаг и не рассматривать этот закон. Но я считаю, что 3 миллиона это огромнейшая сумма для нашего бюджета. И вместо того, чтобы ее там растрачивать направо-налево, мы могли бы эти деньги направить на другие проекты. Это садики, школы. Поэтому либо мы принимаем закон, либо прекращаем полностью финансирование данного предприятия. Позвольте просто возродить небольшую реплику. Вы сказали, что мы приняли решение. Это, наверное. Правильно? Вы сейчас втягиваете... Нет, можно... Я хотел просто уточнить. Председатель сказал, что мы приняли решение через 20 дней, чтобы юридическая комиссия подготовила законопроект. Я читаю постановление, которое мы приняли на прошлой сессии. Поручить постоянной комиссии народного собрания ГГУЗИ юридическим вопросом подготовить проект закона о ГГУЗИ, в отнесении изменений дополнительных законов на телевидение и радио, и 10-й ли представить в народном собрании для рассмотрения. То есть нет никаких здесь дат. Мы можем записи посмотреть. Я постановление стяну. Если вы плохо помните, мы можем записи посмотреть. Данный закон предлагается изменить в нескольких статьях по причине того, что вы знаете, что нарастает на сегодняшний момент ситуация, которая обсуждается в обществе. Поэтому было предложено вам рассмотрение. Первое – это увеличение полномочий наблюдательному совету, для того, чтобы в контексте этого определить, чем они конкретно могут заниматься. Дело в том, что я смотрел тоже вашу прямую вот эту игру. Вы же разкачали с общественностью, но насколько я там... Можно приезжать, сами там автоматически. Я постарался внимательно послушать. Сколько я там не видел со стороны общественности. Больше сплоки были, скажем так, со стороны юриста, который там является, да, если не ошибаюсь, там... Не только, среди руководства. Скажем так, руководства, наблюдательный совет. Но, скажем так, как говорите, общественности людей, со стороны, которые, скажем так, были профессиональны в этом деле, я не увидел, вернее, не услышал ничего такого принципиально важного, что мешало бы работать ГРД. Ну, студия... Уважаемые коллеги, я вам хочу сказать, и вам ответить, я просто не взял сюда, что вы видели, сколько жалоб есть от людей. Ну, вот это было неплохо, потому что жалоб... Начинаете, на что мы говорим? Мы уже два года только судимся. Вы что, этого не замечали? Постоянно в судах. В прокуратуру обращаемся. Бумаги, пропали документы. Уже прокурор говорит, что нет такого уголовного дела. Я ему номер уже называю. Есть возбуждение уголовного дела, контролирует прокуратура Камрата. Есть такое уголовное дело. Есть видеозапись в интернете, где вытащут документы госпожа Харманникова вместе с водителем. Это не скрытно. Мы должны порядок там навести. Если мы хотим с вами, чтобы на самом деле там работало телевидение, и финансы контролировать, там 4 миллиона, а не 3 миллиона. И мы не можем где деньги, услуги, которые сегодня определяют, мы им сто раз уже говорят, прекратите наличные деньги брать. Потому что никакой отчетности, абсолютно. Выходит туда счетная палата, приходит и говорит, вы извините, я не могу, нет документов, и ее забрали, скорая помощь забрала его. Только звонит наблюдательный совет, давайте мы рассмотрим тот или иной вопрос. Все в больничном. Нет, не могут работать, вы понимаете? Давайте что-то предпринем. Если мы хотим дальше, чтобы продолжалось это, чтобы не было никакого порядка там, ну давайте оставим. Дмитрий Георгиевич, дело в том, что на самом деле порядок не мы определяем, определяет вот народ, то есть наблюдательный совет. Но как, вот самые просторы на наблюдательный совет? 2 секунды, да, наблюдательный совет. Если вы являет какие-то, насколько я еще говорить, я скажу звуки, если есть какие-то нарушения, если есть какие-то недоработки, да, дело передается материал, как вы говорите, прокуратура. Значит, мы не доверяем прокуратуре или следствием каких-то органах? Если нет факта на самом деле нарушений со стороны предъявления, я так понимаю, что предъявления и претензии должны в первую очередь со стороны правоохранительных органов, Павел Андреевич, в ни коем случае не наблюдательный совет, потому что наблюдательный совет, это люди, которые предъедут какой-то свой интерес. Я еще раз повторюсь, я смотрел очень внимательно, как вы говорите, это ваш круглый стол. Я не видел, общественность проводил его. Значит, даже я вам хочу сказать, ну я же вас не перебивал, Роман. Вы идею предлагаете какую? Вместо председателя называть менеджером. Менеджером это вообще-то понятие, значит, специалист отдела. То есть здесь остаются директора, а получается, что менеджер по статусу выше, чем директора. Ну как-то вообще, как-то несерьезно. Мы примем этот закон, он будет отменен, я вам сразу однозначно говорю. И мы, собственно, такими решениями принижаем вообще, собственно, достоинство. Что заключается в том, что уже долгое время председатель этой компании не устраивает рукопоставовый голос? Почему не устраивает? У нас заканчиваются одни выборы, убираем башкана, примаров, депутатов. Потом начинаем бороться за телевидение, за цик, за директоров школы. И так, и так, все четыре года в борьбах. Одних директоров увольняем, других принимаем. Заключается вопрос в том, что просто не устраивает лампе карламника. Год назад, полтора года назад, не знаю сколько, полгода назад, предприняли вариант. Украли карламника, поставили господина Берона. Сегодня не рассматривается вариант, потому что пришла четная палата, что-то там выглядело дело в прокуратуре. Есть уголовное дело. Поставили незаинтересованное лицо. И эти же люди защищали его здесь. И говорили, что у него нет всего телевидения, это телевидение его сына. Нет конфликта интересов. Мы в Китае живем, да, Дмитрий Георгиевич? Это ваша любимая поговорка. Мы живем, что мы в Китае живем, не знаем друг друга. Назначили. Я хочу сказать, что правильно поддерживаю моих коллег, которые говорят, что нарушение закона минимум в трех статьях есть. Что мы сегодня не можем рассматривать его. Но есть и этическая здесь составляющая. Я не хотел этого конфликта, чтобы здесь этот конфликт был. Я не хотел, чтобы этого человека выгоняли. Я сам на Халапинах говорил. Она мне сказала, что я готова уйти. Я готова уйти, но я готова сама уйти. Я не хочу уходить, чтобы меня выгоняли. Я была у истоков создания этого телевидения. Я была представителем народного собрания. Я житель этого города. И я хочу, если уйти, я сама уйду. Мне не нужно выгонять, тем более выгонять по чьим-то интересам. Пашкан не дал собрать, я был у нее. Я сказал, что Анна Харламенко готова уйти с телевидения. Если это нужно, она напишет заявление и уйдет, если вопрос заключается в ней. Елена Федоровна сказала, что не нужно. Ни в коем случае не туда уходить хороший специалист, пускай стоит работать. На следующий день и через день она получает два выговора друг за друга. Елена Федоровна, мы говорим о семейных ценностях. Вы говорили про бюджет, когда мы рассматривали, что мы должны здесь жить как в семье. В семье спину не бьют. В семье, когда говорят, что пускай работает, не галкинят улыбка по статье. И сегодня, вы можете говорить, сейчас встанете и будете опровергать, но сегодня ваш советник докладывает этот вопрос. Рома, как тебе наглядный пример привести? Будет то же самое, что было в Кавкогольске Гиган. То же самое будет. Вот правоперный закон, то, что ты там видишь, то же самое ты увидишь на телевидении. В статьях, дело не в статьях, дело не в законе. Дело в том, что нужно поменять, ребята, директора любыми способами. Законных нету, дошли. Мы сегодня втянуты, уже есть народное собрание втянутого. Нужно поменять закон, а закон все равно будет иметь действие со следующего руководства. Через когда закончится контракт с этим руководством. Все равно позже нет решения. Зачем мы втягиваемся в это? Зачем вы не послушали наши коллеги и сказали, снять вопрос вообще с их нуждами? Зачем этот конфликт нужен сегодня? Зачем мы завтра, завтра закончим дело с телевидением, разберемся, перейдем опять к другим директорам, у нас будут претензии. Мы такое общество должны строить, мы такие отношения должны строить между исполкомами и народным собранием. Или с теми директорами. И наблюдательный совет 100% подконтрольный определенным людям. Я был на этом наблюдательном совете, они с депутатами не хотят разговаривать, они кто-то погоняются на наблюдательного совета. Оскорбляют. И еще претензии потом, вас не было, когда я был. Вас не было, вы тогда не были. И вы не не учили наблюдательного совета. И у них есть, они приходят туда с определенным мнением, оно уже решение, просто приходят за решением. Как может, вы все не являетесь руководителем, как можете выговорить. 8, 9, 10 часа три выговора подряд. Три дня подряд собираются на наблюдательный совет, три три выговора. Потом раз приняли решение о втроении должности. Третий раз. Тем более человек сам готов уйти. Зачем спину бить человека, который был заслуженный, человек заслуженный, житель нашего города. И Гагаузи, и мало, и много сделать, и история даст ему. Эта история покажет то, что человек родился в этой жизни, и где работал. Я не хочу, чтобы не речь не от Иоанна Храма, а, допустим, даже от Иоанна Храма, а любому жителю. Так нельзя поступать. Так поступать просто нельзя. И по закону, и по этическим сображениям. Спасибо. Я, уважаемые коллеги, еще раз хочу узнать. Мы должны проверять финансовую ситуацию? Или вообще от нас? Потому что наблюдатели советуют. Всего наблюдатели, как счетная палата. Счетная палата один раз в год проверяйте, до свидания. Все. А остальное? Сегодня. Подождите. Сегодня вы говорите, вот она уйдет, не уйдет. Ну, как она уходит, мы знаем. Она уходила, кстати, еще, когда в выборах были башканы. Она сказала, мой брат идет в башканы, я, извиняюсь, я оставляю, ухожу. Ну, почему-то. Все. Давайте, 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 давайте скажем вот это. Другой вопрос я задаю. Они сегодня, наблюдательный совет, не могут зайти в телевидение. Не могут. Она наняла себе ведомственную охрану. Они приходят, мне звонят, мы, друзья, что-то не можем зайти. А что ли вам звонят? А как? Кому будут звонить? Кому вам, друзья? Полиция, а что вам звонит? Как полиция? Ты что, папа, а что вам должен звонить? Они наши, они наши, понимаете? Они не жалуются, потому что брак управляет ей кое-как. А когда они избрали, а что Анну Карландовну, нормально было? Нормально было, вы же согласились с этим? И она была нормальная была. Она была господомарная, да? Поэтому мы должны наблюдать, когда мы избрали его, или мы изберем судить. Мы должны дать им работать наблюдательный совет. Если мы хотим этого, чтобы только их проверили. Дмитрий Горьков, если наблюдательный совет, вас будут так же избирали, как и все, была согласованная, была договорена. Если наблюдать, какая вам рассказать, какая была договорена, дальше говорю вам. Наблюдательный совет конкретно сегодня, перед тем, как за этим заседания, идет к вам, надо полностью в целую получать. Я в телевидении, я в телевидении нехожу абсолютно. Они к вам приходят, они к вам приходят, они идут на плацу домой. Как, как встали охранник от Демпартии? Причем здесь вообще партия? Уважаемые коллеги, потому что мы кричим здесь, что ситуация меняется. Когда мы снимали Жекову, я говорю, что мы хотели этим вопросом заниматься. И когда мы снимали, мы говорили, что туда придет человек абсолютно независимый, абсолютно независимый, ни чей не брат, ни свад. А получилось, что когда мы снимали, мы говорили, что никто не придет к нашим людей. И я снял, а получилось, что мы не снимали, снимали, вы не снимали. Мы сняли, 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 сняли. Потому что вы защищаете. Вы защищаете, без карауны, вы никого защищаете. Вы посмотрите, что вы творите здесь. Какая-то поездка, или я срежу поездку. И Капау поездку. Если вам нужно делать, скажите. 11 поездку. Я не согласовываю. Никаких этих проездок. Я вам больше спросил. Еще раз говорю. Когда же, когда назначили комиссию, поменяли по сельскому хозяйству, после этого перестали, все, мы уже закончили с отчетом. Сняли комиссию? Все. И вот это идет, как приехала, комиссия проходит по сельскому хозяйству. Мы об этом говорим. Это тоже самое, как и об этом. Вы только что говорили отчеток. Вы сейчас говорили отчеток. А комиссия читала свои отчеты. Но вы не знаете отчеток. Я говорю, что вы начинали. А вы тихо не кричите, во что вы превращаетесь. Уважаемые коллеги, я получил слово. Я получил слово. Извините. Уважаемые коллеги, вы внимательно прочитали проект закона. Если вы внимательно прочитали проект закона, то нынешние председатели компании автоматом переходит, просто меняется должность, автоматом переходит исполнение. Должность менеджера, я не знаю, что это значит. Должность менеджера. Ее невозможно, реорганизацию невозможно сделать, поэтому продолжайте обсуждать как хотите, потому что невозможно, в таком варианте реорганизация не идет, ведь этот же председатель компания продолжает исполнять обязанности в должности менеджера. Спасибо. Я вас что попрошу, профессиональности, кто продолжает на законный вопрос, но если мы с первого дня, с первой минуты, мы нарушили регламу, если мы уже полтора года это терпим, давайте потерпим еще 2-3 недели, перенесем на следующую сессию, пропустим через комиссию, через все комиссии, и основное через комиссию, которая должна просто ознакомиться с этим, вытащим на эту сессию, но я вас одно прошу, я не знаю, те люди, я вообще не знаю, если ты сидишь на бюджете, тебя там не хотят, да неужели нету чисто свою я бросить и уйти, в первую очередь, во-вторых, что касается бюджета, я хочу вам всем сказать, не мы должны проверять, а каждый уважает себя бюджетный работник, который вот именно такого характера, расхватал, должна выйти на телевидении и по копейкам рассказать, что там в Москве, что там в Турции, что там на Курилах, понимаете, вот это, это народные деньги, мы не можем найти 50-40 тысяч, дом престарелых, бабушки на лекарство, сегодня в больнице кто-то что творится, вопросов нет, чтобы это все снять, давайте мы все-таки перенесем на следующую сессию, пригласим, если надо, наблюдательный совет, пусть тоже наблюдает, ну пусть пройдет по комиссии, пусть по законным основаниям, не надо этот закон делать под кого-то. Я далек от мысли, что был бы башком другой, у нас было бы лучше, я, разумею некоторые, я далек от мысли, что у нас было лучше, демократичнее, понимаете, но видит Бог, поэтому я вас уверяю, давайте мы сделаем так, и снимем это, сейчас у нас это ни к чему не приведет, перед Новым годом я с вами уверяю, и давайте возьмем премь, спешить, когда год пропустим, согласно рекламу. Согласно регламенту, я и все будет, все будет не под кого-то наклонен. Если мы послушаем на одну минуту обитательного совета, которую мы избрали с нами. Дмитрий Георгий, вопроса нет. Я еще не запрошу, мама. Я не прекрошу. И вы не говорите, я вас очень, коллеги, давайте сделаем прошуток. Так будет лучше. Под Новый год, чтобы мы не ушли. А на ближайшие сесть не просто так. А сейчас включаем повестку дня. А на меня, я думаю, что первые. И в прошлый раз включали. И включали. Ну а что? Надо было пропустить через комиссию. Ну это же процедент. Где будем вы сами зайдете? Я же вам объясню. Комиссия рассмотрена. Я же вам объясню. Мы что вы не могли понять, что там можно. Я вам объясню, что комиссия каждый день обращалась. Мы знаем, что это суды. И какой прокурат. Я думаю, что может быть правительство. Что там законное было? Через поле. Закон здесь. Что там сказано? Что там? Что там? Двориться-бориться. Пора заниматься. В телевидении уже. Дмитрий Георгиевич. Ну какая проблема была, чтобы не в пятницу, а в среду, чтобы рассмотрел президиум. Чтобы президиум прежде всего не нарушал закон. Какая проблема была, чтобы мы провели хотя бы одно слушание. И вот как Георгий Георгиевич поднял проблему. Чтобы заинтересованные люди тоже выступили. Вопрос же не в этом. Что будет, если мы примем через три-четыре недели этот закон? Я не пойму. А не до рождения! Нет! Мор. Сейчас мы 새로熟 chase этих meetings уже было.